В некоторых средних и крупных компаниях, там где много людей, привязка данных к компьютеру усложняет работу. Пользователи часто меняют места. Кто-то переходит с одного отдела в другой, кто-то хочет сесть подальше от кондиционера. Да и в целом есть такая практика периодически менять места. Постоянно из-за этого таскать и переподключать компьютеры пользователей – дело неблагодарное. Большинство данных хранится на файловых серверах. У пользователей в домашних директориях не так много файлов. Поэтому можно просто цеплять домашние директории по сети. И тогда, за какой бы компьютер человек не сел, везде будут его настройки и файлы. Даже когда компьютер выйдет из строя, вам достаточно будет подключить новый компьютер, а не возиться с восстановлением данных. Как пример, это также удобно в современных учебных заведениях, где в каждом классе есть компьютеры. Тогда учителя и студенты могут спокойно ходить из одного кабинета в другой и работать со своими файлами. Это всё очень здорово, но нужно учитывать, что выход из строя сети или сервера приведёт к полной остановке работы людей. Так как их домашние директории перестанут быть доступными. Есть, конечно, более надёжный механизм – репликация. То есть, как это делает R-Sync. Вместо того, чтобы монтировать директории по сети, они будут просто синхронизироваться с сервером. Правда, из-за этого нужно будет тратить место и на сервере, и на компьютерах. Но сегодня мы разберём именно первый случай – без репликации. То есть, просто автомонтирование домашних директорий. Стоит отметить, что данную тему я рассматриваю из-за экзамена, который требует умения настраивать только клиентскую часть. Я хотел бы рассмотреть и настройку сервера, но это требует знания многих тем, которые не касаются экзамена и которые мы пока не прошли. Когда-нибудь мы до них доберёмся. Но пока сконцентрируемся на этой теме. Вкратце, как это работает. Есть специальный сервер – FreeIPA, на котором работают и связаны между собой несколько протоколов. Kerberos, LDAP, NFS и многое другое. Kerberos отвечает за безопасную аутентификацию пользователей по сети. А LDAP – за хранение информации о том, что кому разрешено. То есть, за авторизацию. Сам FreeIPA – сервер, который объединяет всё это и даёт удобный веб-интерфейс для управления. Наша виртуалка будет клиентом. Так как у нас своего сервера нет, поэтому мы воспользуемся демо-сервером, который доступен для всех. По ссылке есть краткое руководство, как настроить клиент. В качестве клиента я буду использовать CentOS. Советую предварительно сделать снапшот виртуалки, а потом, после всех тестов, его восстановить. Для начала стоит сменить хостнейм нашей виртуалки, чтобы он содержал домен. Затем убедимся, что наша виртуалка видит сервер. Пинг на имя ipa-demo1-free-ipa.org показывает IP-адрес, значит DNS-резолвит. Правда, этот сервер не пингуется. Но это не значит, что сервер недоступен. Можем проверить доступность какой-нибудь сервиса. Допустим, LDAP, который работает на 389-м порту. И в выводе мы видим connected, значит с сетью проблем нет. Дальше, следуя гайду, нужно выполнить две команды. Установить free-ipa-клиент и настроить его. Установим free-ipa-клиент с помощью DNF. После чего запустим настройку. В какой-то момент программа спросит, хотим ли мы указать NTP-сервер. Отвечаем NO, то есть просто нажимаем ENTER. Дальше она соберет всю информацию и уточнит, уверены ли мы, что хотим продолжить с такими параметрами. Пишем YES и нажимаем ENTER. В итоге мы увидим сообщение, что команда завершилась успешно. Дальше можем перейти по ссылке ipa-demo1-free-ipa.org, где находится веб-интерфейс для управления сервером. Вводим логин админ и пароль SECRET123. Можете потыкать интерфейс и посмотреть, что к чему, но, пожалуйста, уважайте труд других людей и ничего не портите. Также зайдите во вкладку узлы, где вы увидите в списке адрес вашего клиента. Теперь вернемся к нашей виртуалке. Итак, на сервере free-ipa есть 4 настроенных пользователя, которые могут логиниться на любом клиенте. ipa-клиент так настроил нашу систему, что мы можем увидеть список этих пользователей, почти как локальный. Обратите внимание, что у всех этих пользователей юиды имеют длинное значение. У нас есть локальный юзер админ, и он пересекается с пользователем админ на сервере. То есть это не тот же самый юзер. Чтобы увидеть серверного, придется добавить собачку и домен. Можем попробовать залогиниться этими пользователями. У всех пароли secret123. Как видите, я залогинился, но пользователь остался без домашней директории, так как нет такой директории. И теперь можем приступать к сути нашего урока. Нужно, чтобы при логине пользователя, или когда кто-то обращается к этой директории, она автоматом монтировалась. Можно было бы прописать где-нибудь в fstab, но если у нас много пользователей, директорию каждого прописывать нереально. Да и от того, что они просто так висят премонтированными, тоже ничего хорошего. Шары постоянно обращаются к серверу, используют сеть и оперативку. Поэтому и нужно автомонтирование. Мы, кстати, говорили про автомонтирование, когда разбирали систем D. У него есть юниты автомаунт, которые этим и занимаются. Разве что автофс, который мы будем сегодня разбирать, немного пофункциональнее. Итак, сперва стоит установить пакет автофс. Пакет уже установлен. Дайте проверим, MortyService работает. Нет, сервис выключен. Давайте добавим его в автозапуск и запустим. Настройка автофс поделена по файлам. Все они лежат в директории etc. Основной файл – etc.automaster. Он уже ссылается на другие файлы. Автофс очень гибкий. Его можно настроить как для сетевых файловых систем, так и для локальных. Сейчас нас интересует только NFS. Итак, в автомастер мы должны указать, для какой локальной директории какой шаблон автофса. Домашняя директория пользователя employee ссылается на home employee. Открываем etc.automaster и добавляем строчку. Здесь мы указали, что все, что касается монтирования внутри директории home, указано в файле etc.automaster.com Теперь открываем файл etc.automaster.com и указываем. Дайте поясню. В автомастер мы указали, что etc.automaster.com касается директории home. А значит, в самом автохом не нужно писать полный путь slash home slash employee. Достаточно просто прописать employee. Итак, понятно, что это внутри home. Дефис rv мы указали, чтобы шара монтировалась в режиме read-write. Ну и дальше мы указываем адрес NFS сервера и путь к самой директории пользователя на сервере. Теперь, если кто-то зайдет в директорию home employee, в нее примонтируется NFS шара. Сохраняем файл и выходим. Дело остается за малым. Перезапустить сервис автофс и залогиниться пользователям employee. Но мы опять видим ошибку. Нет такой директории. Наша конфигурация должна была сработать. Но вот оказывается, что на самом демо сервере не включен NFS. Как видите, connection timeout. То есть мы не можем подключиться. Что ж, придется изменить планы и поднять NFS у себя. Мы это уже делали, поэтому не будем вдаваться в детали. Просто поднимем NFS сервер, пропишем в экспортс директорию data employee, создадим такую директорию, сделаем ее владельцем этого пользователя, создадим внутри файл, включим и запустим сервис. Ну и убедимся, что шару видно с помощью showmount. После чего надо поправить путь к NFS в автохом. Теперь у нас получается, что при логине пользователя employee будет создаваться директория home employee, куда будет монтироваться data employee с нашего же NFS сервера. То есть не обязательно, чтобы NFS сервер находился на самом FreePay сервере. В идеале это должен быть отдельный сервер. И хотя с точки зрения FreePay наш NFS сервер настроен не до конца, но наша сегодняшняя тема это автомонтирование. Поэтому продолжим. После изменений перезапустим сервис автофс. И теперь стоит нам попытаться обратиться к директории home employee, автоматически она премонтируется. При этом сама директория home находится на файловой системе автохом. Из-за этого у всех наших локальных пользователей домашние директории остались под этой файловой системой, поэтому недоступны. Если мы используем только удаленных пользователей, это не страшно. Если есть и локальные, и удаленные, то лучше внутри home создать под директорию. Скажем, home remote. Теперь попробуем залогиниться нашим пользователям. На этот раз никакой ошибки. Теперь у пользователя есть домашняя директория. Мы можем создать файл и убедиться, что он появился на NFS сервере. Как видите, все работает. Но то, что мы настроили, работает только для одного пользователя. Как же нам сделать, чтобы это работало для всех, при этом не прописывая их всех вручную? Для начала создадим для них директории на NFS сервере и дадим соответствующие права. После чего поправим NFS, чтобы он раздавал все директории внутри data. Затем переэкспортируем шару. И убедимся, что все сработало. Ну и подправим сам автохом. Обратите внимание на написанное. Вместо указания конкретных директорий ставим звездочку. А для NFS шарм ставим амперсант вместо определенной директории. После изменений перезапустим сервис автофс. Ну и давайте проверим. Залогинимся пользователями и попробуем создать файлы. Все работает. Ну и напоследок давайте добавим таймаут для автофс. Заходим в ETC автомастер и находим нашу строчку с автохом. В строчке с нашим автохом в конце добавляем опцию таймаут. Если в течение указанного количества секунд никакой процесс не будет обращаться к этой директории, то она отмонтируется и не будет использовать ресурсы. Мы не разобрали весь функционал, но главное было научиться с этим работать. Оставшиеся параметры то, как указывать SMB, локальные устройства и прочее. Все это можно найти в документации. Можете также посмотреть статью про автофс на арчвике. Там тоже понятно объясняется. Единственное, там настройки находятся не в ETC, а в ETC автофс, так как там документация для другого дистрибутива. Давайте подведем итоги. Сегодня мы подключили нашу виртуалку в качестве клиента к фри по серверу. Взяли оттуда пользователей, подняли NFS-сервер и создали для этих пользователей домашние директории на нем. Дальше мы настроили автофс, чтобы при логине этих пользователей их домашние директории монтировались по сети. Все это вместе может показаться сложным, но на самом деле это просто комплексно. Пару простых действий на нескольких системах. Попрактикуйтесь и все станет понятнее.